Телекомпания «Вид» представляет. Которая вполне достойна зависти. Я и сам бы себя заведовал, если бы не одно «но». Это «но» заключается в том, что я никогда не мог бы ощутить счастье от увиденного, если был бы лишен возможности делиться с вами своими чувствами и размышлизмами от увиденного. Увидеть, восхититься и рассказать об увиденном – вот счастье, вот права. Я нередко сравнивал страны с женщинами. Самый прекрасный, самый нежный, восхитительный имя ее – Коринтия. Итак, «Непутевые заметки» или «Край ты мой березовый». А я-то наивный всегда полагал, что край березовый – это про Россию. Вижу чудные приволи, слышу трели соловья. Это милая сторонка, это родина моя. Да нет, это чужая родина, но очень красивая. И березов здесь, пожалуй, куда больше, чем у нас. Все это напоминало бы мою родину, окрестности мои возле Нигорода, если бы не здешняя ухоженность и чистота. Но где же взять столько австрийцев, чтобы привести в божеский вид нашу запущенную и нами же загаженную страну? Коринтия древняя, очень древняя земля. В альпийских камнях ее отпечатаны слепки ракушек. Это значит, 250 миллионов лет назад огромный океан покрывал эти пространства. А несколько сотен лет назад добыча золота в этих краях составляла одну десятую мировой добычи этого металла. Но сегодня в Альпах туристы находят… Да нет, не золото, его уже все выбрали. А горный кристалл, аметисты, другие ценные минералы. Так что у тех, кто отправляется в горы на прогулку, есть шанс чудесным образом обогатиться. В 65-м году два альпиниста нашли в здешних краях кристалл в один метр в высоту и 600 килограммов веса. На западном берегу Вертер-озера примастился городок Фельден, имеющий репутацию еще с 19 века элегантного курорта. Замок Шлосс-Фельден, 16 века, главное украшение и гордость города. Сейчас здесь отель. 12 лет назад его купил немецкий олигарх, миллиардер Хельмут фон Саа за 320 миллионов шиллингов и вложил в его реставрацию в два раза больше. А еще Фельден славится своими зданиями, созданными архитектором Вайнгартнером. Их около 60. С июля по сентябрь город и его окрестности заполняет респектабельная публика со всей Европы, съезжающаяся на Поршах, Феррари и прочих четырехколесных символах благополучия. Боюсь сглазить, но понятия криминальность здесь отсутствует. Если вы спросите у местных, а у вас спокойно, не надо для чего опасаться, вас просто не поймут. В сумочке с деньгами и документами здесь оставляют на сиденье кабриолета. И все же расслабляться не стоит, ведь и среди аристократичной публики может затесаться какой-нибудь гастролер из Няполя, например. Я уже не в первый раз в Австрии, в этих местах побывал трижды, но не могу нарадоваться, глядя на австрийцев. Они веселые, дружелюбные, открытые. Их умение сохранять традиции, культивировать их, и не почему-то веление, а просто от души, это вызывает к ним уважение и симпатию. И неудивительно, что национальная одежда и вся сопутствующая атрибутика в Австрии стоят так же, как костюмы в модных бутиках. Причем носят ее не только люди пожилого возраста, но и молодежь. В Каринтии самая южная область, или как это у них говорят, федеральная земля Австрии. Она граничит с Италией и Словенией. И оттого здесь много богатых итальянцев, естественно, немцев, поскольку у них нет языкового барьера, и славянцев, которые в основном работают в обслуге. Отдых на озерах Каринтии – это некая альтернатива отдыху на море. Здесь нет испепеляющей жары, но есть все водные развлечения – виндсерфинг, лодки, водные лыжи, велосипеды. В разгар сезона, едва ли не ежедневно, на воде проходят какие-то фестивали, праздники. Высокий уровень обслуживания, европейский уровень, природные красоты – все это делает отдых Каринтии дороже, чем в Турции или Египте. Каринтии – это не место для недорогого массового туризма, это место для тех, у кого есть деньги и кто умеет ценить красоту, природу и всего того, что включает в себя понятие «респектабельный отдых». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Волшебный мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один малыш, видимо, решил попасть в книгу рекордов Гиннесса, как самый юный покоритель Эйфелевой башни. Но папаше не дал осуществить рекорд. Но так всегда. По этой сказочной стороне можно странствовать часами, ведь целой жизни не хватит, чтобы в реальности посетить все эти знаменитые памятники человеческой культуры. А тут за 2-3 часа можно увидеть все прославленные шедевры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А с этим собором Святого Марка в Венеции мы увидели с вами воочию в прошлое воскресенье. Вот так и разгуливают гулливеры с восхищением, любуясь чудесами. И лишь дурацкие кряквы не испытывают никакого почтения к этим жемчужинам мировой архитектуры, щиплют травку возле стен мусульманской святыни и беззастенчиво гадят на площади Святого Петра в святыне католического мира. Чудный мир. Здесь наконец-то Кремль, вопреки заветам Владимира Вольфовича, соединился со статуей Свобода. А всякий амбициозный турист старается запечатлеть себя на фоне отечественной святыни. Уникальность отдыха в Каринтии заключается и в том, что при желании можно отправиться на экскурсию в соседнюю землю, в Зальцбург, на родину Моцарта, великого композитора. И где экскурсовод расскажет вам о любовной драме местного епископа, словно сошедшей со страниц журнала «Караван истории» или увлекательного романа. А можно совершить поездку в Вену, блистательную, аристократичную и слегка сумасбродную Вену. Ну, впрочем, все аристократки слегка сумасбродны. И, наконец, всего в трех часах езды от Клагенфурта находится безумная волшебная Венеция. И свидание с ней может украсить отдых в Каринтии и придать ему особый аромат. А в следующее воскресенье я познакомлю вас с обитателями в окрестностях Клагенфурта. Они хоть и не коренные жители, но чувствуют себя здесь как дома. Это их родина. А еще мы побываем на шоу пернатых хищников. Это шоу ежедневно проходит здесь же, в окрестностях Клагенфурта. Очень красивые птицы. И в соседнем замке Хохостервец, парящем над долами и полями, на самой вершине скалы. А затем, для тех, кто не знает, я расскажу ужастик, страшную и кровавую историю Клагенфурта. Но это рассказ не для нежных и трепетных душ, для них – репортаж из сельского ресторанчика. И если хватит времени, то я пропою оду местной кухни, которая заслуживает самых теплых слов. И по возвращении из такого путешествия по Каринтии, нас в окрестностях будут поджидать некоторые сюрпризы и неожиданные места. Люблю эти места, и тем, у кого есть такая возможность, настоятельно рекомендую. А у кого такой возможности нет и не предвидится, тогда передайте своим детям и внукам на кассу старика Митрича. Вы будете куда счастливее своих предков, поэтому обязательно побывайте в Каринтии, самой южной области Австрии. А нынешним счастливчикам телефон в конце передачи. Пока! Всегда ваш Д.К.